Всем доброе утро! У меня заложило ухо, у меня воспалился слуховый проход, внутри скопился гной. И, короче, опухший проход не даёт ему выхода. У меня вообще хронический отит, и если простыло или там ещё что, у меня сразу воспаляется ухо. Всё, я приехала, решила не пешком идти, клиника находится около станции, а приехать на велосипеде, потому что уже опаздываю к открытию на полчаса. Они уже как открылись. Боюсь, что будет много бабуль-дедуль. Вчера я, когда заходила туда, там районные бабуль-дедули собрались все, ещё и очередь была чуть ли не на улице. И при том, что сурдолога не было, подальше никому сидели все. А сегодня сурдолог принимает три с половиной часа. Я боюсь, что там вообще будет затор. Как бы мне успеть всё за три часа? Даже меньше. Поэтому бежу, бежу, бегу. На многих бутылках крышка припаяна к кольцу, особенно когда вы воду покупаете где-то на платформе. Чтобы крышка не улетала никуда. Попил, закрыл, она у вас прикреплена как бы. Вот я и приехала на гинзу. У меня будет встреча на гинзе через два с половиной часа. Сейчас около 11 без 10. Поэтому я могу пойти. Очень расслабленно позавтракать. Очень расслабленно сходить в какой-либо магазин, что-либо посмотреть. Идём сначала в кафе. О, кстати, мы здесь недалеко от магазина с окинавскими продуктами. Давайте-ка туда ещё сходим. Я куплю себе конфетки из кокто, окинавского сахара. Я надеюсь, он уже открыт. Шисы, это собака-лев. Так, масочку одеть. И идём. Так, последний раз я здесь купила всё-таки ройс-шоколад. Вот он, ройс. Ой, вот этот мой любимый. Фокусируйся. Вот этот с солью. Вот этот из кокто. Это чёрный сахар. Эти мне печеньки не понравились. Вообще, они идут с белым шоколадом и прослойка из, как-то по-русски, щекуа, но типа лайма, в общем, с желе. А это вот коробочки как раз. Я возьму такую коробочку. Знаете почему? Потому что здесь есть печенька с... Со вкусом сливочного сыра и, как он называется, перчика. Печенька с перчиком. Так, идём покупать мои любимые сосательные конфетки. Кстати, вот это конфетки, это просто кусочки сахара чёрного. Просто они забавно оформили их. Дальше. Где мои сосачки любимые? Вот они, мои любимые. Вот самые мои любимые вот эти. Они ещё и сделаны в виде щисы. И они как бы слоёные. Видите, внутри сахар и сверху карамель из сахара. Из сахара. Сахары. Вот возьму эту. Отлично. Я вышла с другой двери. Здесь у нас встречает другой щиса. Или провожает. И он здесь у нас лопает, знаете что? Это Гоя Чампуру Гоя. Это горький огурец кинавский. О, любимый мой коас здесь на гинзе. Я, наверное, пойду в привычный мой дотор. Не знаю. Съем привычный свой сэндвич. За дворки, за дворки. Гинзы. Это задняя сторона бутика Шанель. И есть к нему парковка, парковщик для самых дорогих гостей. Да, это вот дорогой, престижный. Один самый дорогой. Один не из, а самый дорогой в Токио район Гинза. И здесь, видите, какое всякое бывает. Это, кстати, по-моему, недавно открыли бутик. Не знаю, что здесь. Кожаные изделия. Какие-то дорогие, надо полагать. Очень-очень. Вот такие есть, видите, старые заведения. Ресторан, он, наверное, был открыт, я не знаю, когда. Декоративные перчики тут растут. Что, 11.15 open. Ланч. Можно поесть у них. И вот предлагаются такие стандартные, европизированные, когда-то были они европизированные, блюда. Но малополезные. Но вот зато этот омрайсу, это омлет, в который завернут поджаристый рис. Как правило, с томатной пастой он смешан. Никогда не захожу в такие заведения. Возможно, зря стоит иногда что-то такое. Здесь корейская кухня есть. Ладно. Какой-то бутик новый открыли. Весь в березах. Чему он посвящен, я так и не поняла. А вот здесь что-то косметика, надо полагать. Из березы, из сока березы. Косметика из сока березы. Там когда-то был бутик Ленва. Среди привычных вот таких сэндвичей, которые они здесь делают, они подороже. Вот я выбрала, кстати, такой с тюной. Их можно разогреть. Некоторые вот эти вот, их можно разогреть и теплыми покушать. У них еще появились вот такие сэндвичи. Посмотрите-ка. Яичные. Станкацу. Ну и привычные уже пирожки у них. Ладно. Я взяла сет. Ахай. Это мне напиток принесут к столу. Я уж не знаю почему, но день сегодня вообще у нас, у меня. Просто волшебный, отличный. Даже сейчас в кафе все, что я хотела, было. И сейчас еще работники сказали, вот дали мне номерок, все принесут. Все приготовят и сами все принесут. Хотя это кафе самообслуживания. Единственное, когда ты берешь что-то там, разогреть или у них там кофемашина пока перезаряжается, они могут тебе что-то донести, если что-то готовят долго. А тут все принесут. И в кафе мало людей здесь, на втором этаже именно. На улице, правда, много было. Но там и шумно. Как-то сидеть было бы. Хотя, возможно, я тут читающие женщины есть. Буду и им мешать. Кто знает. Хотя мы же не в библиотеке, а в кафе. Какая разница, сама собой разговариваю, да с кем-то. Немного покажу вам. Перекрестка, гидзы. Туда, если по дороге поехать, то там будет скиджи. Кстати, надо было на скиджи все-таки идти. Рыбки поесть свежей. Ну, ладно. Хорошая масляка приходит, как всегда, по сляпу. Вот это Лако Биро. Старейший универмаг. А прямо перед нами это Мицкощи. Один из самых старейших тоже сетевых дорогих универмагов. Они есть на всех центральных модных улицах, торговых практически в каждом городе. Вот, кстати, Ниссан Биро. И вот на этом этаже раньше было кафе. Сейчас там ничего нету опять. То появляется, то исчезает. Видать, аренда не дешевая. Ну, а в пандемию так вообще, по-моему, все оттуда ушли. Ну, когда было кафе, на этой веранде было хорошо сидеть. Стеклянные перегородки, хороший обзор. Не сильно высоко, и все было видно. О, не суп мое. Ай, 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 ай. Ну, и давайте посмотрим, что я взяла себе на завтрак. Завтрак-ланч. Это суп мини-строне. Это такая вот панини, или как ее? А какая-то называется, я не знаю. Бутерброд, короче, горячий, закрытый. С тунцом консервированным, и с сыром чеддер, и кофе. Знаете, такой уверенный саловский супчик. Не знаю, мне русский напоминает. Отлично. Ох, на волосики. Зачем вы ледите мне плода? Ммм, вкус поменялся. Раньше в этом бутерброде были листы бериллы, щесо, а сейчас базилик. А теперь мы отправляемся погулять по магазинам. И первый магазин, куда я хочу зайти, это Uniqlo. Так, Гинза с Иксу, да, я тоже хочу пойти посмотреть новые коллекции. Уже выпустили осенние. Все японские премиальные бренды, косметические. Так, при входе в Uniqlo обязательно мерят температуру. Которую вежливо приветствуют народу очень мало, потому что нету китайских туристов. На которых, в принципе, этот огромный магазин был рассчитан. А в японском Uniqlo японские размеры. В русском Uniqlo, насколько я слышала, там русские размеры, там ростовки длинные, брюк, рукавов другие. Так, чё я желтая. Так, юбки, карандаши, фокалетку. Это такая, как она называется, английская деревня. Уже пуховички знаменитые, Uniqlo появляются. Вот такие шкурки очень хорошо одевать под верхнюю одежду. Какую-либо, допустим, плащ. И чтобы не замерзнуть, не продрогнуть от какого-нибудь ветра, под низ одевайте вот такую штучку. Кто еще не знал, что можно так? Так, очень популярны в этом году у нас ветровки и парки вот такие вот, именно, как это сказать, дождевики. И поэтому Uniqlo не отстает, мой любимый цвет. Взять самого огромного размера и одеть. Одеть или надеть, на себя надеть. Окей, это классические. Я в таких обычно бегать. Ну, не бегать, а ходить хожу. Хожу ходить. Опять я. Идем выше. Здесь больше демонстрационный такой этаж второй. Очень много, что есть на скидках. О, смотрите, даже есть модный в этом сезоне жилет вязанный со спущенными рукавами, плечами. Ох. Очень много скидок на все-все-все, на все летние. Какая-то коллаборация была с кем-то. Вот. Фокус. Как вам такая расцветка рубашки? Мне кажется, очень даже интересно. Кстати, вот на этом этаже, это, по-моему, четвертый, если я не ошибаюсь, этаж. Здесь есть отдел, где продают именно одежду большого размера, до 4х икс элев. И женский, и мужской тоже есть отдел, где не все, но основные такие позиции, например, эти же пуховики, ветровки, какие-то брюки, пиджаки, вот видите, еще и на селе, можно купить достаточно большого размера. Я попросила самую широкую, большую переодеванку. Смотрите, какая она большая. И начнем. Обязательно надо одевать вот такую штуку на голову. Выглядит это вот так. Чтобы макияжем не замарать одежду, дую и, знаете, прическу не портить. Я ничего не вижу, я в тумане. Мерю жилетку. Боже. Кстати, ничего, так выгляжу я. Модно. О-о-о. Даже сама не ожидала, что так хорошо получится-то. Надо брать. Сколько она стоит, кстати? Так, еще верхняя одежда. Неплохо. Но талия у меня под грудью. У меня грудь здесь, вот талия сразу. Это самый большой размер. То есть, даже если я возьму больше, ростовка больше не будет. Смотри, что делают. Они насильно меня заставляют выходить в ту сторону. Хотя мне надо в ту. Теперь обходи целое здание. Ну что такое? Вот в следующий раз на ланч я куда-нибудь пойду. Вот в такой вот уже, как сказать, известная достаточно, сто лет стоящая на одном месте какое-нибудь заведение. Вот здесь вот итальянское, короче, итальянский какой-то ресторанчик. На ланч, например. Паста 1000 йен. Ну, в общем, в принципе, что-то поесть стоит так же, как и я вот сейчас. Я 1200 отдала. Ну, конечно, без кофе, если это только. Чуть, конечно, подороже на несколько копеек. Но это все-таки уже ресторан, а не кафе. И уровень уже совсем другой. Так, ладно, бинзосы к следу. Переход, наверное, уже не успеет. Не будем торопиться. Так что плюсы есть во всем. Не на тот выход тебя направили, зато увидела какое-то кафе, в которое в следующий раз пойдут. Еще синее теперь все. Вот, теперь нормальное. Короче, я к чему? Что не дали выйти на том выходе, который я хотела, который вот сюда выходит. Там только вход. Зато, когда обходила, нашла какой-то кафе, в которое решила пойти в следующий раз на ланч. В которое никогда не ходила. Ну, из таких дорогих department store, конечно же, температуру измеряет компьютер. Ты проходишь, и телевизор улавливает тебя, все вчитывает. То есть, человек с градусником не стоит. Я пришла на нижний этаж. Гинза секс. И здесь продают косметику. В основном вся она премиальная. Ну, лассетан я не считаю премиальным, конечно. Бренды здесь и европейские, и японские. То есть, премиальные бренды. Я иду, конечно, в Цуку и Декорте. Вот здесь. в принципе мне осталось только полчаса не так-то много времени но в общем в цуку цуку да это фирма косметическая не дали они мне никаких пробников не было у них пробника консилер которая хотела бы попробовать то есть только на руке и вот минус став что она не предложила никаких других пробников например того же нового тонального средства которые наверняка у них есть пробников то что это новинка ладно такие вспомогательные продукты поэтому ухожу без пробников и ничего у них не купила в итоге хочу попробовать еще тушку никогда не пробовала но я хочу попробовать в какой-нибудь другой фирме вот ребята но не на никаких средств оксане не напастись теперь меня разводят на вот эту штуковину я зашла в рифа рифа знамениты своими массажерами в первую очередь я хотела посмотреть там новая какая-то лейка для душа с какими-то пузырьки она создает в общем супер эффект потом я еще хотела у них посмотреть утюжок для выпрямления волос она меня соблазяет на вот эту штуку она продемонстрировала я конечно не сняла но тем не менее это распыляет мелкие такой вот эти как пыль из лосьона или чего там нальете в общем лицо сразу подтягивается я на месте мне осталось дождаться калугу и скоро мы начнем какие-то печеньки ваять если честно я хочу домой я с утра вот как ушла из дома так сначала в клинику в том здесь на гинзе два магазина ланч и по моим ощущениям я же так отвыкла от вот этого времяпрепровождение раньше помню выйдешь там но в обед или там с утра из дома и к ночь только возвращаешься то есть это было норма сделать несколько дел там сходить в школу встретиться с друзьями на гинзе по пить кофе даже где-то поужинать потом вернуться домой только уже но стемневший а сейчас вот скорее за карантина потом из-за жары то что сидишь дома уже отвыкаешь от такого большого промежутка времени проведенного вне дома то есть по моим ощущениям мне уже хватило и физические воздействия на тело и эмоциональных уже впечатлений на сегодняшний день мне бы уже домой но печеньки надо сделать вот такой вот получилось половина мою половина кому-то мы еще выдающий перу то ли батаршина бутса буту каваику это каруги наса лена у тебя красиво видео 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 вот это русский вот это японский у меня короче этот винни-пух ульяна у тебя какой национальности я все русские по-моему это ближе к монголии живет прячет свои русских русских этих пусанов смотри какая девушка сидит любуется собой на это что уже на обед уже на обед ранен а у меня первый первый не знаю не знаю в общем крем такая томатная подлива с как они называются креветками и там у меня но я забываю иногда да и под об этом у меня поджаренный рис как правило вы поджаривают течку оригинально и ведь на ней прекрасно это мой наверно бренду новости у нас выбрали нового премьера даже правящая партия но новый принтер обе наши и по здоровью пошел и пить все едем домой уже пять часов оксаночка устала пора ехать отдыхать все я приехала на свою станцию осталось только зайти в магазин продуктовые купить кофе у меня дома получилось и можно будет идти домой а а еще в банк чуть-чуть заглянуть на обратном пути ну по направлению дом и все я чуть не забыла ребята я же сюда приехала на велосипеде он у меня припаркован на стоянке платный 6 часов 100 йен у меня наверно больше 6 часов поэтому 200 йен будет стоить сейчас посмотрим пойдемте его найдем так вот он это у меня какой номер 55 чуть не забыла так что 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 куда куда почему нажимать 75 окей 200 йен все еще смотрите что придя домой я увидела меня ждала посылочка я выписала себе на пробу это матча капучино матча капучино а это матча эспрессо это матча зеленый чай из киото и бренд этот киото он очень древний просто завариваете водой или кстати можно сделать холодный вот так вот так и сейчас я не хочу все что я хочу это быстрее взять лекарство закапать ушко и отдохнуть у меня голова болит смотрите что мне калуга передала она сама испекла хлеб не забыла как он называется но как-то очень забавно даже у нее тут какие-то марочки модные а еще таким она видом интересно мне передала вот это это отварной арахис в скорлупе сказал что это очень интересно такое тоже не дело поэтому надо попробовать но это запах прекрасный черный интересный хлеб какой-то там специальный премиальный я немного полежала поспала закапав ухо у меня так голова болит все честно я выпила сейчас таблетки не знаю подействует или нет пыталась все время как-то в какой-то найти позу чтобы уснуть чтобы она не болела не хотела пить лишние таблетки потому что выписали же еще антибиотики и капли еще и обезболивающе слепить сверху то как то не очень но стало еще с большей головной боли все таки выпила все наверное сейчас я попробую заварить чай матча который мне пришел ужинать уже не буду не хочу поэтому на этом я прощаюсь что вот вот и вот вот ну